Уже пять дней после встречи со змеёй, 11-летний Кирилл находится в больнице. Вместе с братом они гуляли по берегу реки в Бобровке, когда увидели гадюку. В тот момент им и в голову не пришло, что змея может оказаться ядовитой. Мальчики пытались её погладить, да так рьяно, что сломали присмыкающемуся хвост. А дальше скорая и больничная койка. Сейчас жизни Кирилла ничто не угрожает. Он спокойно передвигается, отёк на месте укуса уменьшился. Была угроза развития сосудистых нарушений именно со стороны верхней правой конечности. С этим он сюда и поступил. Он прооперирован в день поступления. А кроме того, в день поступления ему введена сыворотка лечебная специально против яда гадюки, которая его укусила. Ну а потом лечение продолжено уже по назначенному. Врачи говорят, если вас вдруг укусила змея, необходимо немедленно вызвать скорую. Самостоятельно извлекать яд не рекомендуется. Кстати, в Алтайском крае водится всего два вида ядовитых змей – гадюка и щитомордник. Сейчас их чаще всего можно встретить на территории Мамонтовского района, около Рубцовска и в Предгорьях. Например, в Барнауле гадюки появились в районе Нагорного парка. Предположительно, они ищут места, чтобы укрываться от жары. Соблюдать осторожность. Если, конечно, там вы идете куда-то, там грибы и так далее, ну лучше всего иметь, скажем, палочку, раздвигать. Потому что, ну не нападают змеи сами, не нападают. Если она там сидит, и она вас не услышала, то она может среагировать, естественно, ну как бы укусить. Хотя они перед этим тоже иногда выпады делают, то есть шипят, ну предупреждают. Брату Кирилла несколько дней пришлось провести в реанимации. Но сегодня уже все хорошо, его выписали. Кстати, по словам экспертов, змеи лишь пытаются обороняться, когда их трогают или вторгаются на их территорию. Так что интерес мальчишек гадюка, скорее всего, восприняла как вторжение. Ирина Харитон, Павел Лауранин. Наши новости.